Ну что, давайте начнём. Соответственно, у нас очень много заседаний нашего пунктивного семинара, которое в этот раз опять будет посвящено высокого уровня процесса. И... так, это что такое? И всему виной Никита Иванович Логинов, который работает в Высшей школе экономики в Шанинке и Нюше. Ой, и Распитс. Просто план Высшей школы экономики на небольшой экспансию, извините, я случайно их выдавал в свои оговорки. Да. Он расскажет нам про воплощённое познание и уследование их мышления. Ура. Всем добрый вечер. Я попытаюсь рассказать вам про такой вот state of art, про состояние области, ну, одной из областей в современной психологии мышления, которая делает акцент на то, как вообще наше тело или наша произвольная активность, двигательная, в основном, моторная такая, может влиять на наши мыслительные процессы. В целом, я для начала, для тех, кто вообще мало с этим сталкивался, некоторое такое более-менее общее определение, которое пытается более-менее обобщить такими общими словами огромное количество, на самом деле, экспериментальных линий экспериментальных исследований и не только экспериментальных. Там есть много чисто исследовательских линий, направлений, которые связаны только с моделированием или вообще какая-нибудь только философия. Вот. В общем, воплощённое познание – это некоторый спектр подходов к инстинктной науке, которые подчеркивают укоренённость познавательных процессов в опыте взаимодействия организма с окружающей средой. Что это значит? Ну, вот в последних таких вот, опять же, моделях предполагается, что есть три группы механизмов, по которым можно более-менее так вот классифицировать большую часть механизмов воплощённого познания. Первое связано с телесной конституцией и тем, что, в общем, более-менее универсально для человеческого вида, как биологического такого, для популяции. Да, у нас есть там две руки, две ноги и некоторые особенности пользования ими, и само это может много на что влиять. Второй уровень – это уровень сенсомоторного опыта организма, то есть то, чем мы друг от друга отличаемся по тому, как мы, собственно, взаимодействуем друг от друга. Там есть у кого-то опыт катания на велосипеде, у кого-то нету именно такой двигательный моторный, сенсомоторный. Вот. Ну и вот огромное количество таких вот типов сенсомоторного опыта позволяют также нам указывать на систематические различия между познавательными процессами у разных людей. Вот. И третий, соответственно, уровень – это такой задачный или контекстно-специфичный уровень, который предполагает, что вот некоторые особенности организации задачи, связанные с пространством, с теми запретами или разрешенными типами движений в рамках решения этой задачи. В общем, то, как это тоже может влиять на мышление отдельно. Вот. В целом, ну это такие общие штучки про то, что там два года назад я попытался найти некоторые исследовательские лаборатории, которые занимаются только воплощенным познанием. И вот, как минимум, сколько там, 14 было на тот момент, сейчас уже значительно больше. Это вот про то, что сам по себе идея о том, что необходимо учитывать телесность в исследованиях познания, она не только на уровне каких-то таких вот идей, конкретных исследований, а она уже прям институционализирована. То есть есть большое количество лабораторий, которые занимаются только этим. Точно так же есть большое количество специальных выпусков вот в большом количестве журналов, посвященных именно тематике воплощенного познания как такового. Тоже какие-то такие элементы институционализации. Итак, соответственно, мы с вами поговорим о двух моментах. Сам по себе один из таких вот видных историков когнитивной психологии, Говард Гарднер, говорил о том, что сама по себе когнитивная революция смогла появиться, состояться только потому, что возникло некоторое такое историческое сочетание методов, которые шли от бихевиоризма и некоторых проблем, которые не были решены с тех пор, как вот заглохли исследования в гештальт-психологии. Вот. Большая часть таких вот областей исследования, их перспективы зависят от того, насколько хорошо и перспективно ставятся исследовательские вопросы, научные проблемы, и то, насколько, соответственно, методы развиваются. Вот та область, которую я скажу, она развивается в основном чисто методически, с проблемами и с теоретическими какими-то моделями все не очень хорошо, о чем, собственно, я скажу отдельно. Вот четыре самых таких вот простеньких схематизма, которые позволяют представить о том, как вообще может соотноситься мышление и движение внешнего наблюдаема. Собственно, классический вариант – это в верхнем левом углу, когда вот мы сначала что-то думаем, сначала у нас развертая мыслительная активность происходит, а потом мы что-то делаем. То есть реализуем некоторые результаты этой самой мыслительной активности. Вот большинство классических теорий психологии мышления так и были устроены, что сначала необходимо состояться при этом механизме мыслительным, а потом мы уже увидим некоторые следы или результат их функционирования в том, что делает решатель, и мы это можем как-то сфиксировать. Альтернативные варианты, они чуть менее такие вот классические, но тоже вот встречаются и до, собственно, 90-х годов, когда подход воплощенного познания только возник. Один из вариантов – это когда мыслительная активность мыслится, ну или описывается, как внутренне свернутая моторная активность. Вот самая, ну, хочется сказать, дурацкая вариация встречается в работах Джона Уотсона, это основатель бихвиоризма, когда, собственно, он вербальное мышление описывал как такую подавленную вокализацию, когда мы можем наблюдать, регистрировать электрическую активность в мышцах, которые ответственны за речи по рождению, но при этом человек ничего не говорит во время решения каких-то таких вот текстовых задач. И, казалось бы, вот по Уотсону это уже мышление. Ну, не только Уотсон как бы мыслительную активность сводил к такой вот внутренним вариантам моторной, советские психологи тоже очень любили это делать, в частности, в рамках теории деятельности мышление понималось именно как вариант внутренней деятельности, а внутренняя деятельность по структуре идентична внешней. И поэтому мы можем вполне себе представить, как устроено, организовано мышление, изучив в целом то, что к мышлению не относится, а конкретные формы моторной активности. Вот. Еще один вариант, третий, это про то, то, что некоторая мыслительная активность, наоборот, может принимать какие-то такие наблюдаемые формы. Одна из первых таких вот концепций тоже возникла в бихевиоризме. Это концепция векарного научения, которая предполагает, что в целом, ну, там были конкретные эксперименты с крысками, которые вот исследовали, совершали некоторые проверочные такие действия, действия, ну, собственно, экспериментаторы интерпретировали, как будто вот крысы проверяют какие-то гипотезы. То есть мы можем наблюдать какие-то формы произвольной моторной активности, которые не направлены на достижение конкретной цели, удовлетворение конкретной потребности, а скорее направлены на то, что можно назвать, как сказать, уточнение собственных представлений о ситуации, в которой находишься. Вот, чуть подробнее я расскажу более современные такие вот модели, ну, исследования скорее вот в этой области. Вот, ну и четвертое, это как раз самое интересное, то, что как раз стало толчком к развитию исследований того, как моторика может именно влиять на мышление. При этом там есть много разных вариантов, эта схемка не совсем точная. Есть вариант, когда моторика предшествует мышлению, и она, соответственно, влияет на него, а есть, когда сопутствуют, то есть параллельно они идут, и тоже возникают какие-то закономерные изменения того и другого. Вот, но это такие более-менее удачные схематизмы, просто для того, чтобы представить некоторое многообразие представления о том, как мышление и моторика может более-менее друг к другу соотноситься. Вот, сейчас мы с вами поговорим о конкретных экспериментальных парадигмах, то есть конкретных поведенческих экспериментах и линиях исследования, которые в целом возникли, они показывают нам большое количество разных интересных фактов, которые совершенно непонятно, как объяснять. Вот, некоторые запросы на общительные модели здесь очень остро, в общем, стоит, и воспринимается тоже более чем остро. Итак, самый простой пример экспертальной парадигмы, это когда вот есть некая мыслительная задачка, и перед тем, как дать ее решать испытуемое, мы просим его выполнять какие-то движения. Вот, некоторые исследования были проведены на излюбленной задачке 9 точек, собственно, излюбленная она во многом потому, что там в самом процессе решения необходимо совершать определенные движения, для того, чтобы рисовать линии, ну, и соединять эти точки определенным образом. Ну, вот, самые первые такие вот исследования были связаны с тем, что вот перед тем, как решать конкретную задачку, одним, одной группе испытуемых давали, ну, некоторую конфигурацию точек, и просили их соединить определенным количеством линий, но при этом вот экспертальные группы отличались тем, что в одной конфигурации линий такова, что не требует выхода за пределы этой перцепительной конфигурации, для того, чтобы соединить определенным количеством линий. Ну, вот в качестве примера, там, самые простенькие варианты группа А и группа Б. Вот первая конфигурация в группе А, там, 5 точек, их очень легко соединить, соответственно, двумя линиями, а в группе Б чуть сложнее, потому что, собственно, пятой точки угловой нет. Вот, ну, и, соответственно, оказывается, что группа Б значительно лучше, чем группа А, чем контрольная группа, которая вообще без моторной какой-то такой вот причастной тренировки справляется с решением конкретной задачки. Вот. Ну, таких вот исследований, на самом деле, довольно много. Они как раз опираются на представление о том, что мы можем каким-то образом подсказать сам принцип решения, решения, но чисто работая только с движениями, как таковыми. Собственно, сам вопрос, ну, самый ключевой в этой области, в этой линии исследований связан с тем, какая именно моторная активность будет подсказывать принцип решения, а какая нет. То есть, вот вопрос о том, что определяет релевантность моторной активности по отношению к решению. Потому что это совершенно не очень понятно. Вот всех исследований, связанных с девятью точками, что делалось? Брался конкретный, вот, собственно, правильный вариант решения и как-то декомпозировался на конкретные части. Что вот есть одна линия, которая требует выхода за пределы, или есть там другая линия диагональная, которая требует двух выходов за пределы и так далее. И пытались тренировать конкретные отдельные линии. Или даже не сами линии, а вот именно выход за пределы. В последующих там работах уже после выхода за пределы начали тренировать не только выход, но и поворот, соответственно, в таком внеточечном пространстве. То, что называется non.turn. Вот. Ну и во всех этих случаях, в экспертальных условиях, где тренируется нечто, что, по мнению экспериментаторов, требуется для того, чтобы решить задачу, но при этом испытуемый, что важно, не осознает, на всяком случае на уровне вербального отчета, не отчитывается о том, что моторная тренировка как-то ему подсказала, помогла, и вообще он это как-то связывает. Ну да, какие-то похожие задачки, но принцип я никакой там не переносил. Вот. В целом, есть значительно более такая вот интересная тоже линия исследования, которая связана с другой задачкой классической, гештальтисткой, которая называется две веревки. Two strings. Что? В чем задачка? Есть комната, висят две веревки, их нужно связать друг с другом. Но основная сложная задача заключается в том, что если вы берете одну веревку за, собственно, конец, вы не можете дотянуться до другой. Они очень далеко друг от друга находятся. И вот необходимо додуматься о том, как же можно решить эту задачку. Ну, собственно, классический вариант решения этой задачки заключается в том, что необходимо взять какой-то объект в той же самой комнате, которая находится там на столике, если там приглядеться, типа плоскогубцев каких-то, привязать к одной веревке, раскачать, соответственно, эту веревку наподобие маятника, ну и, соответственно, побежать, схватить вторую веревку, ну и поймать раскачивающуюся и связать их. Вот. Было в этом исследовании две тоже специальные группы. В одном случае, вот мне надо встать, чтобы показать, искупаемых просили двигать руками вот так. Собственно, покачивать их. Ну, собственно, в пилотаже они прям просили покачивать, но потом подумали, что это жуткая подсказка, и они просто показывали потом уже, как нужно двигать руками. Вот. Это в одной группе. В другой группе там необходимо им просто как-то вот растягивать руки попеременно. Вот. Ну и оказывалось, что в группе, которая именно качала, подобно маятнику, руками, успешность решения была значимо выше. Ну, тут, причем, в подобной процедуре я, наверное, пропущу. Главное, что тут стоит упомянуть, что здесь не просто они вначале покачали, а потом решали. Решение задачи само было поделено на 8 равных интервалов, и сначала там они покачали, а потом некоторое количество времени, по-моему, 100 секунд, решать задачу. Потом опять качают, тоже определенное количество времени, строго определенное. Ну и так 8 раз. Ну, как раз некоторая динамика решения задачи в плане количества успешных решателей на том или ином этапе. Мы видим, что вот если моторная активность, выполняющаяся, предшествующая до некоторых интервалов решения, она релевантна, семантически, то есть по смыслу она похожа, то в целом мы можем сказать, что да, очень крутой эффект, движения как-то помогли, но вот как, пока совершенно непонятно. Другой вариант тоже, довольно забавный, чуть более современный, где экспериментаторы нашли еще и другой вариант решения задачи, когда необходимо подняться на стул. И с более там высокой поверхности тоже можно легко как-то вот взять уже конкретную, соответственно, веревку, залезть на стул, и со стула уже можно дотянуться до второй. В таком случае они организовывали комнату именно так, чтобы можно было дотянуться. Вот, и тут точно так же, только в данном случае они просили испытуемых одних так же качать руками, а других испытуемых они просили залезать на стул ногами, слезать с него постоянно, ну на протяжении определенного количества времени. Тут точно так же. Получили, собственно, довольно забавные результаты, которые показывают, что не просто конкретное, ну, семантически связанное с решением, моторная активность может ускорять решение, как вот мы могли видеть вот здесь. Тут чисто про ускорение. На каком этапе, какое количество успешных решателей будет. А тут речь идет о том, что конкретная моторная активность влияет именно на содержание решения. То есть те люди, которые попали в консультальную группу, где нужно было залезать на стул, у них, то, что называется step-like solution, то есть решение, которое связано именно с залезанием на более высокую поверхность, их было значимо больше, чем в контрольной группе и чем, соответственно, в группе, где нужно махать руками. При этом, что занятно, в контрольной группе и, соответственно, в там, где нужно было махать руками, более частотным решением было именно то самое классическое, где нужно раскачать веревки. Собственно, отдельным вопросом, пока не решенным, является объяснение того, почему одни типы решений в целом предпочитаются чаще, чем другие. Вот это тоже отдельная линия исследований современного психология мышления, которая не связана с уплощенным познанием, которая предполагает, что мы очень мало внимания уделяли задачкам, которые имеют много решений. И помимо сложности, помимо того, как человек преодолевает тот или иной источник сложности, как, собственно, наше мышление устроено, нам нужно изучать еще и некоторые стратегии предпочтений тех или иных типов решения. Ну и вот в этой области появляются первые математические модели, которые могут предсказать ну такую стоимость условную, предпочитаемость тех или иных действий в ходе решения, которые складываются в некоторую цепочку и оказываются тем или иным путем решения задач, способом. Вот. Это то, что было про предшествующую моторную активность. Вот сейчас про сопутствующую моторную активность. Есть довольно занятные, соответственно, исследования, которые показывают, что когда человек взрослый уже выполняет какие-то арифметические простенькие операции типа сложения вычитаемого, у него, ну если FMRT смотреть, актуализируется параллельно еще те части моторной коры, которые также актуализируются, когда он двигает пальчиками. Есть огромное количество исследований вот в этой области, которые показывают, что в целом, с учетом того, что когда мы учились считать, сначала мы там какие-то палочки или пальчики использовали, и впоследствии, ну это не то, чтобы куда-то делось, мы не используем эти пальчики, но тем не менее, те моторные программы, которые связаны с использованием этих пальчиков, они вовлечены в решение самих таких вот этих вот типов задачи. Тут была простая манипуляция, был шарик, и необходимо было взрослому человеку, искусственному, попеременно вот так вот пальчиками перебирать. А в процессе, пока он перебирает эти пальчики, выполнять простые ритмические операции. Вот. И что самое забавное получилось? Что в том случае, когда есть вот черный, черный стул, это когда необходимо выполнять вот такую двойную задачку. Дергать пальчиками и решать архитические задачки. В случае, если эти задачки на вычитание и сложение, есть эффект интерференции. А когда мы говорим про умножение, ну и там были какие-то еще после этого уже исследования, связанные еще с делением, таких эффектов уже нет. Потому что умножать и делить на пальчиках мы не можем. И, соответственно, вот эти архитические операции, ну, моторные программы, связанные с оперированием нашими пальчиками, опять же, ну, никакой вклад они не делают. Вот. В данном случае это очень такой вот крутой тоже факт, который показывает, что наши моторные программы, которые в целом, и в целом даже не так, моторная система, которая у нас есть и которую мы обычно используем для того, чтобы двигаться как-то, она еще увлечена и в то, что называется high mental processes. То есть, такие высокоуровневые процессы переработки вербальной информации, ну, в этом случае невербальные в узком смысле, а скорее знаковые. Когда мы числами оперируем. Вот. Есть еще очень смешное исследование, которое я пересказываю там с прошлого года, моя курсовица давала текстовые задачки испытуемым и частью, соответственно, часть задачек они должны были решать сидя, а часть они должны были ходить по комнате в процессе. Вот. Но оказалось, что значимая разница была только в одной задачке, где само решение было схематически связано с ходьбой. там была задачка про то, что вот женщина на высокой скорости пронеслась там по улице, прогонорировала там пешехода, не посмотрела на тот иной там дорожный знак, ну, и так далее. Все это видел там гаишник какой-то, но вот, собственно, ничего не предпринял, почему. Вот. Тут как бы правильный ответ в том, что она шла пешком. А, там еще было ключевое, что она забыла дом водительских права. В общем, это один из вариантов такой инсайдной текстовой задачки, которая предполагает, что некоторая формулировка, она нас заставляет формировать неправильную модель ситуации, где в данном случае женщина ехала на машине. Вот. И тут при этом испытуемые опять же не когда их прямо вот расспрашивали потом, не отдавали отчет о связи какой-то того, что вот они ходят, с содержанием каких-то таких вот задачек, которые они решали. Вот. Другая, соответственно, тоже забавная парадигма, которая связана вот с задачками ну, таким тоже инсайдом, из спичечек или из палочек каких-то выкладываются римские цифры в конкретное неправильное равенство. И испытуемому необходимо приложить одну спичку для того, чтобы исправить соответственно равенство. Вот там разные типы есть того, как это можно сделать. Одно из типичных закономерностей, которые можно встретить в исследованиях в этой области, то, что испытуемые чаще всего оперируют с числами, а те задачки, которые требуют оперирования с операторами, там плюс, равно, они оказываются значительно сложнее. Вот. Ну и что же сделали конкретные экспериментаторы, британские в этом случае, ученые? Они два условия из металли задали. В одном случае они просили испытуемых реально манипулировать с конкретными спичками, которые перед ними выложены. А в другом случае сейчас самые спички только сфотканными, то есть картинка у них была. Ну и оказалось, что в случае интерактивном, когда испытуемым можно взаимодействовать с конкретными объектами, то есть спичками, то есть они могут взять, положить, что-то такое. Они решают значительно лучше, кроме первой задачки, которая супер простенькая. Там для того, чтобы исправить уравнение, нужно переместить одну единичку. Остальные значительно сложнее. Но на этом как бы они не остановились, они еще давали конкретные субтесты психометрические на различные способности. И оказалось, что успешность в различных экспериментальных условиях предсказывается разным набором этих способностей. В данном случае оказалось, что в целом статический вариант в большей степени предсказывается субтестными методическими, а соответственно интерактивный вариант в большей степени пространственными способностями. Что тоже на самом деле очень круто. Это предполагает, что мы должны разводить мыслительные механизмы в этих двух разных условиях, хотя они как бы вовлечены в решение одной и той же задачки. Но в одном случае можно манипулировать, но в другом случае нельзя. И оказывается, что мыслительные механизмы разные. Вот какие это тоже требует дальнейшего уточнения и разъяснения. Вот. Отдельная парадигма, которая связана с тем, что я уже сказал, с такими формами исследовательского поведения, мышления вовне. Ну вот есть классические варианты задачек в рамках теории значимого пространства. Ну вот первый вариант это ханоиска башня. Знаете, сколько ханоиска башня? Все? Нет? Ну, для тех, кто нет. Есть три штырька и три соответственно кольца. Первое состояние, которое испытуемый на одном штырьке, собственно, все эти три кольца есть. Пол возрастающий, с маленького до, собственно, самого большого. Сверху выска. И необходимо ему перекладывать по одному колечку, по этим штырькам, причем соблюдая определенные правила. Во-первых, за один раз можно перекладывать только одно колечко, во-вторых, соответственно, никогда нельзя перекладывать большее колечко на меньшее. Вот. И, собственно, это вот некоторое пространство возможных переходов по этим прекрасным колечкам, то, что называется задачным пространством. Каждое из вот этих вот возможных состояний как раз позволяет нам описывать некоторую траекторию движения решателя, когда, собственно, он пытается решить задачку. Так вот, все вот эти переходы между состояниями они впоследствии начали называться, ну, исходно они назывались операторами, а впоследствии они стали называться прагматическими действиями. То есть действиями, которые в целом направлены на достижение конкретной цели. Вот мы должны из одного состояния перейти на другое. Целевое. Ну, вторая картинка тоже задачная пространство, но другой задачкой я не буду говорить. Ну вот. Но экспериментаторы в данном случае обратили внимание на то, что эксперименты совершают огромное количество других в общем форм активности, которые не помогают нам решить задачу. И некоторые из действий, которые заметили экспериментаторы, получили название эпистемических. Собственно, эпистемические действия это вот конкретные реальные физические действия, которые направлены на повышение эффективности выполнения крикетных задач. То есть либо они снижают некоторую нагрузку на рабочую память, либо они как-то сокращают количество шагов в процессе переработки информации. Снижают, дедуцируют разные типы сложностей, с которыми мы можем столкнуться, когда решаем конкретную наследовательную умные, совершают что-то такое, чего к задаче в целом не относится. Вот. Одни из самых смешных исследований были даже на интернет-относительной задачи, в широком смысле когнитивной, как пишут об этом авторы. Они взяли материал в качестве материала игру в тетрис, всем известную. Вот. Ну и продемонстрировали, что помимо простых действий, когда необходимо просто повернуть фигурку, там ее бросить, туда, куда нужно, испытуемые довольно часто либо вращают большое количество раз одну и ту же фигурку, хотя непонятно зачем, или наоборот ловить эльгард из стороны в сторону. Это уже совершенно непонятно зачем. Ну это оказывается, что вот в случае экспертов там, в рамках этой игры, если игра ведется на супербыстрой скорости, вот на чемпионатах игры в тетрис обычно так, и происходит, то эксперты совершают значимо больше эпистемических действий, чем прагматических. То есть они больше эти ребята, эти, соответственно, фигурки, вместо того, чтобы просто не тратить на это время и повернуть куда надо, поставить и там дальше выбежать. Ну и это заставило опять же авторов задаться вопросом о том, а с чего бывают, с чем они помогают. Вот. Ну и было довольно забавное исследование, в котором исходно не нужно было решать конкретную исходно задачку. Сначала им показывали разные состояния фигурок, а потом давали простенькие задания эстетиза. Ну и оказывалось, что если соответственно испытуемым показывать различные состояния одной и той же фигурки, которые они потом будут так или иначе вертеть, крутить, но чтобы решить какие-то задачки, они справляются с этим иначе мы быстрее. Ну и там было несколько более сложных соответственно экспонентальных операций, вмешайтесь, собственно, те, кому интересно, можете посмотреть. Но вывод, который делают авторы, очень простой. Собственно, эпистемические действия выступают в качестве некоторого прайминга. Они позволяют вовне вращать соответственно эти фигурки, не вращая их в уме, а за счет этого сокращать тот рисунок, который они тратят, за счет этого ускорять вообще выполнение какие-то задачки и повышать успешность. Ну и вот разные стомастные модели, о чем я уже сказал, которые позволяют с одной стороны вычислять вероятность, когда решатель использует эпистемическое действие вместо прагматического. То есть когда он перестанет более или менее решать в прямом смысле задачку, там остановится и начнет соответственно как-то манипулировать теми элементами задачи для того, чтобы разобраться как именно она устроена. Вот собственно есть более или менее такие уже классические модели стримосные изначально 9 точек, но там речь идет только о прагматических действиях. То есть о тех соответственно линиях, которые необходимо нарисовать статуемными. с такой вероятностью нарисуют ту или иную линию и как соответственно с каждой попыткой вероятности эти меняются закономерным образом. А тут я вот наверное буду сейчас лезть, пытаются делать некоторые допущения о том, как устроен наша когнитивная архитектура. авторы вычисляют вероятность того, соответственно когда как я уже сказал решатель переключается с эпистемических действий на прагматические. Соответственно есть еще одна экспонентальная парадигма тоже как вы заметили опять же я очень мало говорю о объяснительных моделях говорю много о методах потому что модели объяснительных нет. В смысле если они есть они такие очень ситуативные они отхок и они не справляются с тем наплывом экспериментальных свидетельств которые в общем появляются с каждым годом. Вот поэтому опять же здесь такой очень острый момент связан с этим я расскажу в конце о возможных путях объяснения стратегиях объяснения и проверках этих объяснений. Но сначала я сконфлируюсь на разных моделях парадигмах экспериментальных методах. Другой вариант когда мы говорим не просто о какой-то моторной активности а именно движении глаз. Оказывается что движение глаз тоже может влиять на то как мы мыслим. Есть классическая задачка дункеровская называется и цучи. Собственно сводится она к тому что есть такой пациент у него неоперабельная опухоль и необходимо придумать некоторый принцип лечения этого больного с помощью инновационного метода X лучей. Но основная проблема этих лучей или не так основная преимущество этих лучей то что они могут выжечь опухоль но основной недостаток то что они могут выжечь вместе с этой опухолью и здоровой ткани которые до этой опухоли и после в организме человека. вот ну и такая вот схемка обычно определяется где есть опухоль есть здоровые ткани есть собственно границы тела человека кожа ну и какой-то внешний мир а собственно правильный ответ собственно ну вы знакомы с этой задачкой да нет ну для того чтобы соответственно решить задачку необходимо предложить использовать много разных источников X лучей но со слабой интенсивностью так чтобы они пересекались только вот в точке опухоли чтобы там где они оказывают влияние на здоровые ткани они были не так сильны и достаточной интенсивностью заферктивно обладали только вот необходимой точкой вот в процессе решения этих задачек ускоряемых записывали движение класса при этом было несколько вот вариантов вот собственно в первом исследовании где сравнивались успешные и неуспешные ускоряемые ну собственно как успешные или неуспешные там определенный дедлайн обычно ставится если за 10 минут не решил то как бы уже все попадались в группу неуспешно так вот брали первые 30 секунд и вот распределение фиксаций наложительности фиксации успешных неуспешных решателей на каждом из элементов вот той диаграммы это собственно сама опухоль здоровые ткани кожа и вот что-то в огне и между успешными и неуспешными решателями в самом начале решения никаких различий нет то есть они не отличаются совершенно а вот если у каждого решателя взять последние 30 секунд его решения он группировался успешных и неуспешных решателей окажется что есть только одно значимое различие между этими группами успешные решатели последние 30 секунд решения смотрят больше группы схожи собственно с чем это связано ну вот собственно авторы говорят о том что разумеется это связано с принципом решения что необходимо представить несколько источников и постоянно пересекать эту самую кожу для того чтобы представляя этот принцип решения вот как-то вот некая такая глазодвигательная активность отражала то что у нас условно то есть самая рабочая память и так но на этом исследователи не остановились они потом уже решили а что будет если мы не просто запишем движение глаз а еще будем подсказывать куда смотреть собственно как подсказывать ну вот мы возьмем ту же самую диаграмму но при этом заставим мигать те или иные части этой диаграммы ну один из вариантов когда во время решения точка опухоли меняется черный-красный черный-красный мигает другой вариант когда заказка кожи также мигает черный-красный черный-красный вот ну собственно они это назвали такой вот мигающий опухоль ну и соответственно мигающий кожа ну и оказалось что если мигает именно кожа то успешность решения вырастает в два раза то есть если до этого 33% в целом справлялись с этой задачкой из 100 в случае соответственно с мигающей кожей выше 7 ну и а вот мигающая опухоль не отличалась от контрольных групп предшествующих совсем не так что нам собственно говорит о том что если мы будем более-менее управлять ну они собственно гранд-эспаринг такой вот делает что для того чтобы вот управлять нашим мышлением необходимо управлять нашим вниманием и зная более-менее как должно распределяться внимание для того чтобы искусственные быстрее решили задачи мы можем каждый раз организовывать окружение таким образом чтобы быстрее все шло ну вот они такой вот выхлоп предельно так детализированно описывали для образования что вот необходимо в целом ну информацию в образовательном процессе организовать именно так чтобы распределялось внимание ускоряя степень с одной стороны усвоения знаний с другой стороны решения конкретных задач вот ну в общем они инициировали большое количество соответственно подобных таких вот исследований где необходимо было по инструкции по разному смотреть на эту диаграмму ну и в итоге оказывалось действительно в случае если испытуем нужно было смотреть так ну как если бы траектория была подобна принципу решения задачи то процент правильных ответов неусловно соответственно рос самое забавное исследование вот это когда испытуем необходимо было прослеживать траекторию движения глаз записанных другого как бы человека они сидели смотрели на эту диаграмму решения задачи прослеживали траекторию движения глаз успешного решателя но об этом конечно не говорили это вот естественно это такое чисто искусственное условие траектории движения глаз которое записал сам экспериментатор на себе ну это тоже собственно на себе когда он появился только в опухоль ну вот и оказалось что в случае с таким вот дидактическим как же автор назвал вот в этом случае искусственным таким вот пересечением кожи траектории глаз траектории движения глаз успешность росла значительно быстрее по времени чем других ну и со временем то есть вот после пяти минут начали появляться различия между контрольной группой и соответственно естественным движением глаз о чем собственно говорят авторы говорят о том что если мы будем прослеживать траекторию движения глаз успешных решателей в разных задачках то мы соответственно будем повышать вероятность ну и скорость ну в целом эффективность решения каких-то задач вот это крутой метод вообще вот следующей специальной парадигмой по-моему предпоследней является та которая связана не с теми призвольными движениями которые используются в задаче для ее решения там или для манипулирования конкретными объектами а жестикуляция и так соответственно конкретное исследование реальная ханойская башня три железных штыря и вот шайбочки которые необходимо также как в классическом случае перекладывать вот взрослые решатели справляются нормально но потом испытуемых просят после того как они успешно решили объяснить как они решают ну и оказывается вот на этом этапе что испытуемые очень часто очень легко при этом можно их классифицировать на две группы в одной группе они показывали одной рукой как они передвигали эту шайбочку а в другой группе двумя руками причем ну не важно если маленькая так вот если большая пошли и так далее то есть группа с жестикуляцией такая однорукая и двурукая что делали экспериментаторы потом экспериментаторы предложили им решить ханойскую башню еще раз но при этом подвох был они поменяли шайбочки теперь самая маленькая шайбочка была тяжелее всего соответственно а самая большая легче всего ну а в классическом варианте вот в первой когда они решали все нормально было самая маленькая была легче всего а соответственно самая большая тяжелее всего ну и потом они соответственно пытались сравнить некоторую разницу в решении задачи понятное дело что если они только что решили задачу им как бы не то чтобы сложно решить второй раз оказывается что такие изменения приводит к тому что время не то чтобы прям сильно сокращается решение второй задач в том случае когда необходимо сначала объяснить пока не решали испытуемые которые двигали только одной рукой справлялись значительно хуже вот в данном случае это видно на простой вторая задачка была точно такая же как первая а switch когда менялся именно вес вес шаричек ну и доказывается что есть такая положительная реакция 55 а между тем насколько много испытуемые соответственно использовали жест одной рукой когда объясняли как нужно решать задачку и изменением в решении задачи вот получается что чем больше этих жестов тем меньше разница между временем задачи первой и второй то есть следовательно тем сложнее вторая задача если меньше разницы по времени вот мы играли последние это не пройдем в которой скажу это та которая в общем которой мы тоже непосредственно отношения когда мы обращаем внимание на то как именно организованно произвольная моторная активность у решателей в ходе решения конкретных задач ну и куда же без наших любимых девяти точек собственно что было предложено был взят планшет там примерно эти девять точек и записывались параметры различные того как испытуемый рисовал линии мы выбрали из большого качества параметров три более-менее содержательных это продолжительность пауз то есть когда что-то нарисовал застыл словно начал думать ну и два других они более-менее похожи по смыслу первое это длительность рисования одной линии миллисекунды то есть насколько быстро сколько времени он тратит на нарисование конкретной линии и соответственно количество субдвижений за которые рисуется одна линия ну субдвижения такие вот рывки более-менее из которых состоит большая часть нашей произвольной моторики ну смысл в чем в данном случае мы предположили о том существуют разные режимы моторного планирования которые отражают также разные мыслительные механизмы в одном случае испытуемый сначала стоит в точке думает как нарисовать куда линию он рисует такое вот оффлайн планирование а это нативный вариант когда он не додумал как нарисовать на третью линию начал ее уже рисовать и додумывает в процессе такой вот онлайн планирование а это дело что если испытуемый рисует и при этом думает куда дальше рисовать он во-первых замедляется то есть увеличивается вот этот параметр а во вторых у него увеличивается количество рывков этих субдвижений альтернативный вариант если преимущественно испытуемый использует оффлайн планирование должно увеличиваться продолжительность пауз то есть он дольше стоит в конкретной точке вот что мы сделали мы поделили конкретный конкретный ход решения на три этапа начало среди наконец в данном случае оказалось что есть значимые различия по среднему времени движения то есть это вторая переменная успешные решатели замедлялись под конец а соответственно с политической паузы никаких значимых различий в плане динамики и различий между успешными и не успешными обнаружено не было а с количеством субдвижений точно такая же картина что была как и с скоростью с которой испытуемый рисовал ну потому что они примерно по-разному тоже о чем собственно это говорит ну это говорит что успешные изжатели преимущественно используют в конце именно онлайн планирование то есть специально какой-то режим и мы это можем заметить только тогда когда начинаем уделять внимание именно тому как именно организована механика произвольного движения исходно классические работы обращали внимание именно на содержание допустим в случае метода рассуждения вслух о чем говорит испытуемый какие гипотезы там формулируют и так далее а вот на какие-то такие чисто технические вещи внимание не обращают но вот оказывается что это очень крутой источник новых фактов еще очень забавное исследование которое вышло в этом году оно было сделано на студентах которые учатся на инженерах им давали конкретные задачки инженерские ну и им необходимо было как-то вот так же писать, записывать конкретное решение ход решения при этом они это делали тоже на планшете до стилуса они что-то рисовали какие-то формулы использовали что-то писали, что-то зачеркали и так далее но при этом авторы что меня собственно позабавило использовали примерно те же самые параметры оценки того, что делал испытуемый и что и мы то есть они смотрели какое количество пауз когда делает испытуемый на что он тратит большее количество времени то есть насколько быстро целую последовательность уравнений выстраивает или там написал нарисовал а потом думает потому что некоторая пауза как в целом организовано более-менее вот это вот пространство которое он заполняет в случае такого белого листа условно вот ну что они обнаружили что в случае с скоростью некоторой ну рисования уравнение это может также предсказать правильный или неправильный ответ вот это они объясняют очень забавно это последнее исследование о котором я скажу я скажу теперь про несколько вариантов объяснения того о чем мы сейчас в общем могли подумать ответы разных этих вариантов влияния моторики на решение тут шла речь о теориях беглости то есть чем более беглая переработка информации тем соответственно быстрее испытуемые могут рисовать диаграммки и писать собственную форму что в целом есть такое неспецифическое влияние связанное с более легкой или менее легкой обработки информации на то что авторы называют пространственные и темпоральные параметры произвольной моторной активности связанные с тем как они где рисуют и собственно как организовано ритмически их движение вот если обращаться к более любопытным общительным моделям которые предлагались в качестве отхок моделей но уже для других парадигм ну в частности там где руками нужно было махать где они там машут руками вот здесь вот например ну или вот здесь авторы предлагают несколько разных вариантов объяснения этого один из вариантов связан с тем что моторная активность актуализирует конкретные узлы в семантической сети в нашей долговременной памяти что мы вот таким образом махая руками повышаем вероятность актуализации понятия маленькие за счет этого вероятность того что он возникнет в сознании мы его будем использовать в решении она больше в данном случае ну это один из вариантов объяснения он связан с тем что именно моторные последствия собственно то что мы видим как именно или мы ощущаем проприоцепцию то есть то как изменяется это положение тела наше когда мы выполняем инструкцию и именно это повышает вероятность того что авторизируются деленные понятия в нашей семантической сети альтернативный вариант связан с рабочей памятью и тут уже совсем другой принцип объяснения о том что не последствия моторной активности влияют на мышление а то что предшествует самой моторной активности а именно механика то есть предполагается что для того чтобы что-то сделать как-то подвигаться причем по определенной инструкции необходимо спланировать собственно свою моторную активность чаще всего это описывается в виде моторных команд конкретных ну и авторы указывают что в целом решение задачи требует оперирования пространственными репрезентациями то есть вы должны более-менее представить эту пространственную сцену с которой будете что-то делать короче и точно так же когда мы планируем те или иные виды моторной активности мы также используем пространственные репрезентации и возможно как раз содержание пространственной рабочей памяти связанной с выполнением движения и связанной с решением задачи они если в случае согласованного такого конгруентного условия они должны помогать друг другу это другой вариант объяснения ну пока экспериментальный не отстрелян ни один поэтому сказать какой из них более да это хороший конечно вариант если исключить возможность то что когда мы это представляем разве у нас нет пространственных тоже репрезентаций но немножко других то есть вот тут есть действительно некоторая возможная задумка в рабочей группе научной которая собственно пытается вместе со мной этим заниматься есть идея о том что нужно дать вообще задачу только в текстовом варианте чтобы они вообще представили эту ситуацию и потом каким-то образом решали и посмотреть будет ли влиять как раз эти различные варианты причастующий маторовы активности на само решение излучит текстово формата но проблем в том что когда мы читаем такой текст мы также представляем себе пространственную сцену Вот вопрос в том, насколько пространственная репрезентация, которая возникает, когда мы представляем некоторую модель ситуации, вычинную из текста, отличается от пространственной репрезентации, которую мы используем, когда видим непосредственно, собственно, в реальном окружении. Отличается точно, много чем, но не совсем понятно, какие из этих отличий нужно контролировать как побочные переменные, а какие необходимо варьировать, потому что их очень много, этих различий между этими типами репрезентаций пространственной. Вот. И есть еще тоже очень, ну, третья модель, немножко странная, про то, что движения, они влияют не на долговременную память, не на активацию симметической сети, не на рабочую память, как мы там именно решаем задачу, а на просто выполнение движений. То есть движения мы каким-то образом оттренировываем, и поэтому впоследствии лучше выполняем те же самые движения. В таком случае вот в исследованиях с девятью точками примерно такие объяснения и срабатывают, что мы прям оттренировываем движение, и это никак не влияет ни на рабочую память, ни на долговременную память, просто моторные программы автоматизируются, что облегчает решение задачи. Вот. И тут на самом деле, ну, я описал это как три возможных объяснения, на самом деле это не три возможных объяснения, три возможных группы объяснений. Через долговременную память симметическую, через, соответственно, рабочую память, и через то, что называется, ну, как сказать-то, господи, ну, влияние моторики на моторику, модели автоматизации, назовем это так. Потому что мы так, в общем, до конца не договорились в нашей рабочей группе о том, какие именно механизмы там увеличены, потому что там тоже большой спектр возможных механизмов. Вот. И в целом, как бы, поле непаханное, если вдруг кому-то стало интересно, то, пожалуйста, вперед. А то, мне кажется, людей, которыми этим занимается, очень мало, и в ближайшие лет, ну, года три-четыре, только-только что-то станет ясно. Вот. Но самое крутое, да, это то, что все вот эти вот экспериментальные свидетельства, которые мы получили, и авторы, наши коллеги получили, требуют принципиального пересмотра большей части классических теорий мышления, психологии, именно потому, что большая часть таких теорий исключает вообще подобное вот влияние моторики на мышление, только в обратную сторону. Сначала мы подумали, а потом мы сделали. Вот. Все. На этом закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Никита Иванович. Наверное, мы не будем в дискуссии. Какие вопросы мы запустим? Хорошо. Я вернусь, когда я пишу, если попросить их, что вы думаете, позвет, если попросить их, встаньте на стул, они выходят в стул, а мы тут их прерываем. Выдергиваем. Ну, это просто прерываем. Оп, закончили. Они уже, возможно, построили модель того, как они двигаются, и, возможно, именно эта модель влияет на... Ну да, в последних работах формулируются некоторые идеи, но при этом совершенно никак не проверяются, что меня, конечно, раздражает очень. Про то, что именно репрезентация цель движения влияет на решение задачи. Что мы представляем, каким образом и что мы должны сделать, и именно вот эта репрезентация, то, что нужно сделать, уже влияет, ну, в рамках рабочей памяти на, соответственно, то, как задачка решается. Поэтому с прерыванием, если это так, то это не должно суперсильно повлиять на это, потому что репрезентация цели от этого не поменяется. Вот. Ну, в действительности, конечно, проверить можно. Я хотел разбить следующий вопрос, например, с переляться международной активностью пальцев и сложением почитания математических операций. Допускается ли отсюда, например, что, когда интеллект переходит к более абстрактным математическим объектам, например, вот числовой ряд расширился, и рациональных, потом комплект, квадернионы. И вот может ли у интеллектуальной операции работы с квадернионами быть какая-то проекция, ну, кстати, в незаметной мышечной активности, которая несчастно самокоррелируется, ну, как, что, например, там, человек решает дифференциальное уравнение в голове, у него есть какая-то мускульная интуиция, сопутствующая этому решению, уже не стоя очевидно, как движение пальцев. В целом есть некоторые линии исследований, о которых я не сказал, которые предполагают, что оперирование любыми практически абстракциями, будь то математические абстракции или абстрактные понятия, чисто вербальные какие-то, они опираются на некоторый сенсомоторный опыт конкретного человека. И в этом случае мы просто можем определить очень простенькую связь, соответственно, конкретных операций, даже не чисел, а именно операций с этими, ну, движениями пальцев. Вот, а есть какие-то такие очень, ну, их очень мало, но я их встречал, работы, которые описывают то, что представители естественных наук и, собственно, математики, если с экспертами поработать, и действительно попытаться, ну, не фиксировать в целом, как это сказать-то, ну, да, электрическую активность, которая может показать нам сокращаются, есть ли никакие микросокращения в мышцах или нет. Потому что непонятно, какие мышцы именно, в общем, проверять в рамках таких вот гипотез. А речь там значительно более такая вот, ну, сложные там идеи возникают о том, что конкретные эти представители этих наук используют воплощенные метафоры. То, что они описывают какие-то абстрактные сущности через призму чего-то такого, что можно условно пощупать пальцами. То, что вот, с чем они сталкивались сами, иногда это перцептивные репрезентации, иногда это чисто моторные репрезентации. Ну, как, соответственно, можно представить различные функции, допустим, да. Ну, это именно про конкретные математические понятия. Вот как быть с некоторыми системами математических операций, вот это уже довольно сложный вопрос, и до этого мы пока еще не дошли. Но вот про то, что у таких вот математиков-экспертов можно такое найти, есть прям реальные работы. В математальных науках первой половины 20-х века была такая распространенная позиция, что когда люди задумаются об автоматических действиях, они их прерывают. Человек едет на велосипеде, он задумывается, как работают ли его ступни, он больше не может ехать. Вопрос. Есть ли исследования, которые проверяют эту гипотезу, находятся ли они внутри условного энергтивизма? На экспериментальном уровне, если есть экспериментальные условия? Ну, в целом, таких работ, на самом деле, очень много, но они даже не то чтобы специфичны для вот этой области. Есть большое количество работ, которые показывают, что в целом, если мы обращаем внимание, испытуем их не только на произвольную моторную активность, но и на различные когнитивные процессы, то же самое. Если мы даем какую-нибудь инструкцию, которая актуализирует какие-то такие вот произвольные стратегии, акцент на осознание того знания, которое мы оперируем, это иногда приводит к подавлению использования неосознаваемого знания имплицитного. Вот. Есть такие свидетельства косвенные в большом количестве областей. Вот, в частности, вот мне чаще всего заходит исследование про имплицитное научение, про то, что вот мы можем вполне себе усваивать какие-то закономерности, наблюдая за какими-то явлениями, которые там мы видим вокруг нас, ну или в случае конкретных экспериментов, вот как именно вот стимулы там предъявляются, при этом не осознавать конкретные закономерности, но потом их использовать, но тоже не осознавая, что может появляться только в повышении, иногда не очень большом, эффективности решения конкретных задач. И в итоге есть тоже отдельные области, которые, в частности, модели внимания, которые пытаются каким-то образом увязать различные механизмы, связанные с непроизвольным вниманием и произвольным вниманием. Точно так же в умышлении очень большое время, на самом деле, тратится на то, чтобы так или иначе увязать как-то в рамках одной картины мира, в рамках одной модели процессы автоматические, непроизвольные и, соответственно, произвольно контролируемые и осознаваемые. И, в общем, это очень нетривиальная задача. До сих пор, в общем, люди мучаются в отношении разных именно когнитивных процессов. В отношении, собственно, моторной активности это решено уже давным-давно. Собственно, да, но вот это так. Спасибо. Ага. И, у нас еще один вопрос. Можно, я, может, вначале сам не прослушиваю, если что-то, 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 что-то не было. Откуда берется этот интерес именно к проблеме, связыванию мышления и моторных действий? Потому что вот те эксперименты, о которых вы говорили, фактически человек, на самом деле, какая-то задача решить, он как бы с ней каким-то образом справляется, не справляется, дальше любой группе дадим как бы ту же самую задачу, но с какой-то подсказкой. То есть поле действия человека, который смотрит на задачу «вот как наш Whyarem عافьему device связать», оно как бы определенного размера, да, поле действия его. Когда человек, вы говорите, вы имете руками, мы можем только такие действия совершать. Ее круг, его действия, которым он мог сложить, сужается, еслифотом решение, которое он может подобрать, тоже сужается. И есть ли фундаментальная разница между вам такой задачей и, к примеру, человеку, который решает шаг на какую задачу? То есть вот конкретный человек, конкретный шаг на какой standards. Нужно придумать алгоритм, мат, четыре года. Он сидит какое-то время, не может ничего делать, и говорит, начните спешки на какой-то позиции. После этого круг, количество комбинаций фигурок, которые ему нужно совершить, становится меньше, расправляются эти задачи довольно быстро. Есть ли фундаментальная разница между подсказкой человека на уровне просто слов и чисто мыслительной задачей? Такой же мыслительной задачей может быть подсказкой на уровне «сделали руками что-то». Долгое время, до 80-х годов, такую разницу не замечали и думали, что это просто разные подсказки. Они подсказывают примерно одно и то же, но разными способами. Но потом оказалось, что это какая-то непонятная ситуация, совершенно связанная с тем, что у нас те экспериментальные интервенции, которые мы используем, они никак не встроены, не соотносятся с нашими моделями теоретическими. Потому что мы предполагаем, что если мы подсказали что-то вербально, запретили что-то вербально, или изменили направление поиска решений вербально. Это понятно, это довольно легко, если мы представим, что в целом у нас репрезентация задачи тоже вербальная, что мы решаем условно задачку, именно оперируя какими-то такими словами, пропозициями и так далее. А вот каким образом может повлиять моторная какая-то подсказка, когда задачка вербальная, ну или невербальная, когда вообще не связана с движениями, это совершенно непонятно. То есть это как раз вот оказалось очень таким вот слепым пятном. То, что совершенно непонятно, как вот какая-то моторная информация, если вообще такая существует, перекодируется в то, чем мы можем оперировать на уровне мышления. И поэтому вот совершенно непонятно, каким образом это объяснять, хотя сам ход в плане вот каких-то моторных таких вот подсказок, он давнишний, да, и раньше особого внимания к этому не уделяли. Вот, ну а если глобально отвечать на вопрос, откуда в целом возник интерес на соотнесении мышления и действия, в целом есть некоторый такой вот тренд на преодоление ограничений компьютерной метафоры, которая вот была использована в комплективной психологии, когда, соответственно, наши коллективные процессы в целом представлялись подобными чисто вычислительным. И, как казалось бы, какая разница. Ну вот при этом, что важно, в рамках той же самой компьютерной метафоры, вот все эти роскоидные прополученные познания, они абсолютно бессмысленны, потому что представить, что, ну вот эффектор в случае компьютерной метафоры, это, видимо, либо принтер, либо монитор влияет на работу процессора, очень странно. Причем не просто на скорость процессора, а на содержание вычислений процессора. Вот в случае с человеком это именно так. Вот те системы, которые связаны с условиями, ну если мы опять описываем это как компьютерной метафоры, системы вывода, то есть наши движения, они вовлечены в мышление, то есть большое количество таких вот экспериментальных, ну иногда косвенных, а иногда строго все-таки полученных фактов, то тут, ну, возникает запрос на то, что разобраться вообще с этим. Почему вообще это так? Почему вообще хоть такие в нашем мире такие результаты возможны? Если компьютерная метафора, вот могла бы быть права. Вот оказывается, что не то чтобы супер права, и нужно ее как-то преодолевать и искать новые пути описания мыслительного процесса. Вероятность идет не в том мониторе, а вот этом, сенсорном. Ну в случае сенсорном немножко сложнее, потому что там как бы вовлечены, даже не то чтобы вовлечены, а более-менее соединены системы ввода и системы вывода, так или иначе. А насколько у человека это так, тоже, в общем, большой вопрос. В целом есть модели, которые говорят то, что моторные команды, которые мы реализуем, которые у нас там хранятся в моторном лексиконе, которые мы можем актуализировать для того, чтобы что-то сделать. Если нас попросят там поднять не руку, у нас актуализируется моторная программа по поднятию руки. Что эти моторные команды, они репрезентированы в виде их сенсорных последствий. То есть есть более-менее общий код, общий формат кодирования для перцептивных репрезентаций, которые более-менее актуальны, если мы описываем именно системы ввода. Когда поступает какая-то информация, мы ее представляем. Точно так же, когда мы говорим о системах вывода, вот эти моторные репрезентации, моторные команды, они, судя по всему, закодированы в одном формате. Что действительно может заставить нас либо модифицировать компьютерную метафору в виде метафор смартфона или планшета, когда действительно эти системы вывода более-менее работают согласованно и используют одни и те же репрезентации. Вот, поэтому действительно сравнивать человека с смартфоном как-то более удачно, чем с компьютером, учитывая последние данные. Но насколько сама по себе вот это сравнение более-менее адекватно? Тоже большой вопрос, потому что все-таки система вывода и система ввода даже у смартфона они тоже не влияют на работу, собственно, процессоров. А тут мы можем говорить о том, что перцептивная и моторная система, они вовлечены в работу то, что называется высших, ну или высокоуровневых психических процессов. Особенно это видно на исследованиях вербальных понятий, когда, ну, самые простенькие, на самом деле, ну, тоже вот с нейровизуализацией исследования, когда необходимо какие-то операции с глаголами там читать, опознавать, классифицировать, проводить, то когда мы, ну, вербально перерабатываем глаголы движения, ну, типа там, поднять, например, руку что-то там, или схватить, там, или замахнуться, то, собственно, актуализируются, опять же, некоторые части моторной коры, которые актуализируются так же, когда мы, ну, выполняем это движение, которое описывается в рамках этого глагола. Обычно в рамках этой области это описывается как то, что вот в значение понятия, такое вербальное понятие, значение слова, включены не только вот какие-то такие вербальные определения, когда мы можем просто переписать одно слово через другие, а еще какие-то моторные перцептивные компоненты, когда мы, соответственно, понимаем значение слова через то, что можем представить. Допустим, мы говорим клубничка, и вот клубничку мы определяем не через то, что это какой-то там тип ягоды там и бла-бла-бла-бла-бла, или там плод какого-то растения даже, а через какие-то модально-специфические репрезентации, связанные с цветом, формой, иногда вкусом, но иногда может быть звуковая репрезентация, если вы, не знаю, можете себе представить, какой звук будет, если смять клубничку, что нетипично абсолютно, и чаще всего, конечно, в это понятие вот слуховая репрезентация в эту модальность не входит. Вот есть другие понятия, где слуховая репрезентация, безусловно, присутствует. Вот. Короче, смысл в том, что метафора смартфона вот подобные моменты тоже не учитывает. Поэтому, да. Есть такая шутка про итальянца, что если итальянцу связать за спиной руки, он не сможет ничего сказать. Угу. Потому что для него жестовая активность, и я, собственно, все время, когда вы говорили, когда там задавали вопросы, и вот я сейчас говорю, ловлю себя на том, что... То есть я всегда видел, что для того, чтобы что-то сказать, да, всегда легче это сделать как-то определенным образом другая руками. Причем в зависимости от того, какую мысль мы говорим, да, какую там логическую операцию совершаем в этот момент, это могут быть разные действия. Вот. В этом смысле вот эта история с итальянцем интересна для того, чтобы поставить вопрос... Следующий модель. Конечно. Что вот эксперименты все или почти все, которые вы... Не пишет, да? Ну ладно. А! Вот нужно нажать. То есть вот у нас есть определенная цепочка мыслительных операций, которые с той или иной степенью успешности человеком производятся, и если мы производим какие-то движения, да, то эти определенные мыслительные операции становятся более эффективными. Да? То есть вот... Ну, например, да. Либо просто исключаются лишние в этой цепочке мыслительные операции за счет выполнения движения. У нас получается, что действие влияет на мышление. Мне кажется более интересным следующий вопрос. Не может ли действие являться в какой-то степени частью мышления? То есть, возможно, есть какие-то процессы мыслительные, которые невозможно осуществить, не совершая некоторое действие. Еще одна история – это вот все эти системы по распознаванию лжи, что когда человек лжет, он не может не сделать определенное, там, определенное движение глазами, там куда-то посмотреть, что-нибудь там потереть, какие-то там зрачки расширить, я не знаю, я не знаком с этим как бы в деталях, но это тоже наводит нас на мысль о том, что тело может быть вовлечено гораздо глубже и органичнее в сам процесс мышления, а не являться его как бы внешним. Ну да, итоги реализации. Безусловно. Я вот про систему распознавания лжи сказал бы, что там не только же, собственно, не столько какие-то непозвольные движения, сколько конкретные реакции чисто вегетативные, там, насколько глубоко и часто человек дышит, какой там у него пульс и так далее, чисто физиологические какие-то параметры, которые, ну, про лжи мало, конечно, что говорят, они скорее говорят про некоторый уровень активации разве что, который можно как-то связать с тем, что человек говорит или, может быть, думает. Вот в отношении вот этой стрелочки я абсолютно тоже согласен про то, что вот в исследовании, от которого я до сих пор как раз угораю у своей курсовицы, когда людям нужно было либо ходить, либо сидеть, она обнаружила, правда, в результаты курсовой так это не включила, но я с ней поговорю потом об этом, про то, что она еще вела такую скрытую видеосъемку, и было видно, что какие-то закономерные, ну, части, что ли, решения конкретных задач требовали от испытуемых, чтобы они останавливались, то есть они спонтанно останавливались, когда им, ну, казалось, со стороны в таком случае, было сложнее всего. То есть ресурс, который у них был, его уже не хватало на то, чтобы распределять и ходить в процессе, соответственно, и думать тоже, и они останавливались для того, чтобы точно вот что-то вот додумать конкретно. Поэтому вот данная съемка, она, безусловно, чуть богаче отражает большое количество разных, соответственно, возможных влияний, но она тоже такая очень простенькая, как и мои, которые я в самом начале показывал. Вот я пару лет назад, или пару, уже не пару, четыре года назад, когда начинал, собственно, первые исследования свои в рамках воплощенного познания, пытался упихать всю вот фенологию, всевозможные вот эти вот проявления влияний моторики на мышление и мышление на моторику, и оказалось, мне тогда казалось, что таких вот четырех простых схемок будет достаточно для того, чтобы более-менее соотнести возможные сочетания друг с другом, где там они в самом начале были. Да, вот. Сейчас оказывается, что это, во-первых, очень общий уровень описания, во-первых, на таком уровне ничего не предскажешь, ничего не объяснишь, это просто, не знаю, способы группировки разных экспериментальных парадигм, я бы сказал даже так. Вот. А конкретный уровень объяснения, он будет только если мы закопаемся очень глубоко в рамках конкретного направления, ну, что, собственно, справедливо и вот для вот этого, соответственно, этой схемки, что многообразие вот проявлений вот этой стрелочки и вот этой, их очень много, они очень разные, разные именно по механизмам, по тому, как именно наше мышление устроено так, чтобы движение могло влиять на них и, собственно, мышление могло как-то проявляться вот в такой вот активности. Очень часто, кстати, похожие какие-то такие примеры приводят, когда вот человек разговаривает по телефону и совершает какую-то такую непроизвольную сопутствующую моторную активность, которая вот что-то отражает. Вот что отражает, конечно, большой вопрос. Вот. Возможно, действительно отражает быстренькую активность, которая в процессе коммуникации реализуется. Но это, опять же, отдельная очень сложная линия исследования, которая требует строгих экспертальных процедур, которых пока в данном случае нет. Вот. А в целом, вы абсолютно правы. Да. И еще, может быть, я, может быть, не очень сейчас, скажу, кемиологически, да? Какая-то активность когнитивная, она ведь не сводится к решению задач, да? И к мышлению в собственном дикарковском виде, да? Есть ведь, скажем, переход человека из одного состояния в другое, да? То есть это не от непонимания чего-то к пониманию, в случае с этими точками, да? А от, не знаю, протеста к принятию, да, и так далее. Какие-то такие вещи. То есть, грубо говоря, человеку для того, чтобы успокоиться, да, нужно швырнуть какой-нибудь предмет об стену. Это самый простой вариант. То есть, может быть, можно рассматривать не только мыслительные процессы, но и эмоциональные с точки зрения вовлеченности движения в... Безусловно. В самоварных переходах. Безусловно. Есть как раз отдельная область, которая связана с воплощенными такими вот исследованиями эмоций. Собственно, об этом я тоже недавно как раз доклад делал. Так что эта область существует, да. И развивается, более или менее. Вопреки каким-либо установкам. Таким. На входе. Ну что, давайте тогда я лампу заканчусь. Потому что дискуссия очень бурная и продолжим легко. Ура. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры добавил DimaTorzok Во Bear